Андрей, расскажи, пожалуйста, про синик, про кормушки. Кормушки мы переделывали уже, это, наверное, второй вариант кормушек. Раньше у нас были кормушки гребешковые. В чем был минус? Гребешковые, это имеется в виду, как козы. Ну, когда вот реки такие. А, как реки просто, да. В чем была проблема? Проблема в том, что очень много выпадает оттуда сена. То есть, животное засовывает туда голову, вытаскивает с собой, доставая одну травинку, вытаскивает с собой 10. Все это валяет из отапы, и да, и очень большой расход сен. К чему пришли уже мы, там, методом, как говорится, практическим методом. Мы сделали такую вот кормушку, как ложбина. То есть, животное снаружи раздает кормораздатчик. Кормораздатчик, да, измельчитель. То есть, вот это своего рода бункер. Это вот бункер, да. Во время кормления, ну, начало кормления, перед кормлением, кормушка вот так вот закрывается, чтобы животное не имело доступа и на голову ему не сыпалось. Все вот эти, все бункера закрываются. По проходу идет кормораздатчик, измельчитель, и раздает в эту кормушку. После чего чабан открывает, и животные имеют доступ к любому сену. Они там копошатся, но все остается там внутри. То есть, они не вытаскивают, получается, из-за того, что углубление, да? Да, они затаскивают, роют, находят там для себя лучшие травинки, какие они хотят, но все остается здесь. А я не понял, зачем закрывать, чтобы кормораздатчик не сыпал на голову овцам. В тот момент, когда он начинает сыпать, они бегут, и все попадает им в глаза, в нос и на голову. И вытаскивая голову, они также вытаскивают с собой пучок весь этой травы. Поэтому животные всегда должны быть отделены от кормления. То есть, в момент раздачи кормов, он всегда, вы увидите, когда будет кормление, что животные отдельно стоят до того момента. То есть, во время кормления не должно быть так, чтобы животные путались у тебя под ногами. Андрей, значит, насколько я понял, по этому проходу едет кормораздатчик зимой? Да, в зимнее время, в стойловый период, ездит кормораздатчик. Загружается целиком рулон, и он едет по пароходу, и раздает, в каждый загончик раздает уже измельченное сено. И вот эта щель, которую мы видим, это то, что перекрывается во время кормораздач. Да, да. А столб-то стоит, он разве не мешает кормораздатчику? У него сыпется-то как? Кормораздатчик может насыпать в какой-то сюда, и потом только вилами подмахивается, чтобы это все расстелить здесь. А, то есть в одну эту самую насыпал? Да, может, может так-то. Разные варианты, бывает, что он проезжает, насыпает, потом останавливает, ну, то есть перестает раздавать и дальше раздает. Ну, просто, да. Ну, обычно происходит так. Насыпают в одну кормушку, а скотник просто с вилами смахивает в соседнюю кормушку, чтобы было удобнее. Это лучше, чем таскать на пупке. Однозначно. Продолжение следует...